На самом деле, чем раньше мы начнём развивать в ребёнке определённые какие-то склонности и способности, и вообще в целом его развивать, тем лучше. На самом деле, ребёнок пока растёт, ему интересно всё. Где-то до 5-7 лет он определяется и пробует мир на вкус. Я вот в это поиграю, а я вот в это поиграю. И пока он только пробует всё это дело. Ну, уже о профориентации мы говорим где-то лет с 12. Уже тогда можно что-то такое понять, что это его будущая, может быть, профессия? Ну, конечно, да. Родители же видят склонности, что ему больше интересно, к чему он больше расположен. Математика, литература, даже в таких моментах. То есть, если я правильно Вас поняла, с самого маленького возраста нужно развивать талант, да, если мы видим, что он рисует, помогать ему в этом и давать возможность рисовать. А уже с 12 лет там это уже репетиторы, это уже пошла прицельная работа по предметам. Ну да, но тут же всё очень индивидуально. Вот, например, да, если ребёнок, ну, как бы его родители решили, что он станет спортсменом, да, то спортом, конечно же, они начинают его отдавать в этот спорт уже с самого-самого маленького возраста. То есть, ну, по сути, конечно же, очень многое зависит от родителей, как они, что они заметят и что они начнут развивать в ребёнке. Потому что есть такая теория, да, и она мне тоже очень нравится, что, по сути, мы рождаемся талантливыми на сто процентов, да, вот. В нас собраны все таланты, какие только могут быть. И уже смотря, что мы начнём развивать, да, в ребёнке, то и будет проявляться. А по сути, есть очень разные дорожки, и их очень много. Вот даже, да, если взять того же Моцарта, который как бы в пять лет начал уже там, да, играть, и он начал собирать там залы, да, там, то есть стал очень-очень таким вот талантливым и популярным очень быстро в то время. Это всё заслуга, в общем-то, его родителя, да, его отца, который там увидел, что ребёнок садится за пианино, и начал его с трёх лет в это дело постепенно, да, постепенно, постепенно погружать. Сколько же есть таких случаев, когда родители реализовывают в детях свои нереализованные желания? Не стал спортсменом, вот ты у меня пойдёшь. Вот такой подход, наверное, неправильный. Ну, да, конечно, нет правильного и неправильного, да, по сути. Родители очень часто, да, они хотят реализовать то, что мы не… которые как бы, да, в своей жизни и хотят через ребёнка это всё реализовать. Ну, важнее, конечно же, разбирать, смотреть, что важно для самого ребёнка, что ему интересно, потому что как бы на самом деле мама, да, ей не казалось, что я там знаю своего ребёнка, знаю все его склонности, вижу. ребёнок — это отдельная личность, да, у которой свои интересы и… Вот это вот очень важно помнить и не забывать об этом с самого первого дня рождения, что это всё-таки отдельная личность. Да-да-да-да-да, да, да, и это, конечно, осознанные родители, которые уже сейчас, да, более как бы вот это вот вся… поднимается вот эта тема, да, люди больше интересуются психологией и отдают вот в эти вот детей в нетрадиционные школы, а в различные, да, вот в Альдорфская школа, например. И там развивается именно подход к жизни, то есть в школах нас не учат жить, да, нас учат предметам той же там математики, рисованию, а как жить, как взаимодействовать с людьми, как понимать, что тебе нравится. Как быть с родителями, как быть с женой, как быть отцом, мужем. Это вот то, что с возрастом ты понимаешь, что, наверное, это бы мне помогло немножко больше, чем, например, информатика, которую давали мне в школе, которая мне в жизни не очень пригодилась. Конечно, да. Ну и по сути, да, профориентация, что это такое, профориентация? Это, ну, набор некоторых таких методик, да. Для начала мы определяем склонности у ребёнка. Это вот в этом 12-летнем возрасте уже можно приходить к вам? Рассказывайте, как проходит приём. Ну, на самом деле, очень много инструментов, да, и один из них — это психологическое тестирование в том числе. Да, есть ряд определённых тестов, где мы смотрим там темперамент, какие-то склонности, сильные стороны, слабые стороны ребёнка, куда сделать упор, в принципе, на что замотивирован ребёнок, да, потому что, по сути, человек может быть замотивирован либо на удачу, да, либо на то, чтобы справляться с неудачами. То есть такой как бы плюс и такой вот минус, и это тоже важно. Насколько он может быть, занимать руководящие какие-то должности, да, быть лидером. И очень здоровская штука, да, которая вот определяет то, что мы проговорили с вами, это «что хочу» и «что могу», да, там, из ряда профессий это всё выбирается. Вот. И есть, в принципе, такая система, когда ты начинаешь знакомить ребёнка с профессиями. Уже где-то там, да, вот даже в этих фильмах зарубежных есть... В садик приходит какой-то там пожарный, да, или полицейский и начинает рассказывать про свою профессию. Да, рекламировать профессию. Да, потому что ребёнок же он не знает, он только вступает в этот мир, и важно вот, чтобы вокруг него, да, была, если пока сложно определиться, нужно как можно больше набрать вот этой информации. А что делает вот этот вот человек? Ну да, не просто видеть красивую картинку там с погоней на полицейской машине с мигалками, да, понять изнутри, сколько там отчётов какой-то писанины, я не знаю. Да, вот это важно. Все плюсы профессии и все минусы, да, профессии для того, чтобы... Здорово, когда родители будут в этом помогать, например, да, говорить о своём опыте. Я работаю вот психологом, да, там, да, какие у меня плюсы в этой профессии, какие у меня минусы. Ну если бы ещё дети слушали то, что говорят родители. То есть, смотрите, по большому счёту, в своей работе по профориентации с ребёнком вы руководствуетесь вот своими знаниями, да, и всё у вас базируется на беседе. Или подключаются какие-то, может быть, технологии сейчас есть. Я слышала, есть программы, там ребёнка обвешивают проводами, и программа выдаёт и данные, кем он может быть. Да, есть очень много методов сейчас, и есть такие интерактивные игры, да, когда уже в процессе самой игры ты примеряешь на себя определённую роль и смотришь, как тебе в этой роли, да, и взрослые наблюдают точно так же, то есть вот такая там распределяются. Ну вот что-то типа мафии, но не мафия, да, а больше связанное с профессиями. Также, да, есть различные, ну вот ты одела, да, на себя во время игры вот эту вот роль попробовала. Очень хорошо смотреть профориентацию по натальной карте, да, обращаясь к астрологу, там видно много параметров. И это тоже как один из методов, да, ну то же самое тестирование, да, психологическое. Редактор субтитров А.Семкин